Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 6 стих 6 главы книги пророка Осии. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Итак, через пророка Господь подает важную весть о том, что ему угодно милость, а не жертва, то есть познание Бога, а не жертва всесожжения. В современном обществе, которое себя называет обществом потребления, очень мало ценностей, которые побуждают человека отказаться от чего-то значимого для самого себя ради кого-то другого. Общество потребления все-таки ориентировано на индивидуальных потребителей. И сегодня, может быть, только религия по-настоящему сохраняет для современного человека само понятие священной жертвенности, как самопожертвование, благоговение, что приучает верующих относиться к другим людям, ко всем окружающим, как к ближнему, как относится к спутникам своей жизни, членам своей семьи. Конечно, не так часто, как это хотелось бы, но даже верующие не всегда относятся к окружающим людям с любовью. Но тем драгоценнее те проявления милости, о которой говорит сегодня пророк Осия. Даже небольшие проявления искренней, бескорыстной доброты, которые мы можем встретить в окружающей нас жизни, они способны по-настоящему изменить жизнь каких-то отдельных людей. Недаром многие религиозные традиции говорят о доброте и подчеркивают важность дел милосердия, потому что именно великодушие по-настоящему человека делает человеком. Чем отличается человек от всех других представителей биологических видов, которые населяют эту землю? Способностью к великодушию. Именно поэтому говорится о милости, которая более угодна Богу, чем исполнение каких-то ритуальных обязанностей. И не зря в Евангелии несколько раз Спаситель повторяет, если бы вы знали, что это значит, если бы вы знали, что это значит. И в этом какой-то крик внимания, крик отчаяния почти, потому что окружающие люди именно этого не понимают, но именно это является самым главным. Современный человек, к сожалению, очень часто, когда слышит слово милость, то первое, что приходит ему на ум, это как-то связано с милостыней. Подавать милостыню, подаяния по прошайкам, бродягам, которых можно увидеть в общественных местах, на улицах, в транспорте, повсюду. И поэтому милость в сознании ассоциируется с какой-то милостыней, и поэтому вызывает чувство какого-то долга, иногда чувство брезгливости по отношению к тем, кто занимается этим промыслом, просит подаяния. Но все-таки в глазах Священного Писания слово милость имеет совершенно другое значение. Еврейское слово хесед, которое иногда переводится как доброта, иногда как любовь, означает не просто какие-то эмоции или страсти, даже ненравственные принципы, но это именно любовь, которая выражает себя в каком-то поступке. И в Библии хесед — это любовь, которая освящена заветом, потому что именно так хочет Бог, именно так поступает Он сам и ждет от других такого же отношения. И вот здесь очень важное понятие завет, которое тоже современному человеку может показаться немножко странным, формальным, да просто чуждым. Оно отличается от всех других форм договоров, обязательств, тем, что это пакт людей, которые друг с другом связывают свои судьбы. Обе стороны обещают друг другу соединить свои пути в один и идти по нему вместе, уважая свободу, честь друг друга. И поэтому псалмопевец может сказать, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вот этот образ присутствия друга, близкого, который заботится о тебе так же, как ты заботишься о самом себе, как он заботится о себе, и создает вот эту атмосферу, которую выражает понятие хесед. В отличие от любого другого вида партнерства, контракта, договора, это совершенно открытые отношения, и их участники рука об руку с надеждой вместе идут навстречу неизвестному будущему. Это всегда что-то открытое, творческое и свободное. В одном из самых прекрасных пророчеств Ветхого Завета пророк Еремия говорит, Бог говорит его устами, «Я вспоминаю о дружестве юности твоей». Вот это первая любовь, первые встречи, которые характерны, особенно для молодых лет жизни. Поэтому он вспоминает эту первую любовь, которая здесь переводится словом «дружество», хесед, дружество. «О любви твоей, когда ты была невестой, когда я последовал за тобою, а ты последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Итак, хесед, милость, это любовь, которая является искренней верностью, в современном языке есть слово «лояльность», верность, которая одновременно является и любовью. И она проявляется прежде всего в великодушной готовности быть вместе, не только в счастливые, радостные дни, но тоже и в трудные времена и посреди испытаний. И со временем эта любовь лишь только усиливается и укрепляется. Любовь, которая себя проявляет в готовности помочь, проявить необходимое внимание, заботу, поддержку, дружбу во всех аспектах жизни, в поэзии, повседневной жизни и на языке даже внешней, вроде бы, незначительных поступков. И эта любовь, она никогда не ослабевает и не стареет. Жизнь тех, кто знает ее, очень отличается от жизни тех, кто ее не знает. Для тех, кто знает, окружающий мир никогда не кажется чем-то враждебным, чуждым и опасным. Вот в чем смысл и богословский смысл, и психологический, и человеческий смысл этой любви. Она позволяет человеку чувствовать себя в этом мире, как в своем доме, на своем месте. В мире этих людей доверие, оно всегда вознаграждается, именно потому, что их собственное доверие не ищет никакой награды. Это всегда бескорыстная любовь, и поэтому всегда эта любовь является наградой для самой себя. Какие поступки Богу более желанные, чем ритуальные жертвоприношения? Если понять буквально, о чем говорит Ассия. Конечно, в этой книге пророка Ассии прежде всего говорится о каких-то фундаментальных отношениях, отношениях супружеской верности, доброты, любви. Но эта любовь, она всегда обретает какие-то конкретные проявления. Итак, какие же поступки и какие примеры подает нам Бог, если мы читаем книгу Пятикнижие и Ветхий Завет целиком внимательно? Во-первых, мудрецы, толкователи Ветхого Завета всегда отмечают, что Пятикнижие начинается с проявления этой милости и заканчивается. Начинается с того, что Господь сделал Адаму и жене его одежды кожаной и одел их. И это служит каким-то ясным примером всякому верующему позаботиться о том, у кого нет одежды. И тот, кто не имеет одежды, постараться ему помочь. Заканчивается Пятикнижие «Смерть у Моисея» и говорится о том, что погребен был Моисей на долине, в земле Моавицкой, и Господь позаботился о том, чтобы его тело было предано земле. Это тоже интересный аспект вот этой милости. Она касается не только живых, но тоже умерших. Позаботиться об умирающих, проводить их последний путь и об их посмертной участи тоже позаботиться. Это рамки, которые задает Пятикнижие. Но кроме того, есть другие моменты, где Бог являет пример этой милости. Знаменитый эпизод, когда он является Аврааму у Дубравы Мамре. В действительности все это рассказывается в контексте того, что Авраам совершил обрезание, и поэтому он страдает. Эта операция оказалась для него болезненной. И поэтому на следующий день Господь приходит для того, чтобы посетить больного. Точно так же должен поступать и каждый человек, который достоин этого имени, навещать больного. И высокопоставленные лица не освобождаются от этой обязанности. Они должны также посещать больных, невзирая на лица даже самых простых людей. Они тоже должны находить возможным посетить. Бог утешает скорбящих и плачущих. И поэтому, когда умирает Авраам, говорится о том, что Бог благословил Исаака, сына его. И поэтому человек тоже должен утешать скорбящих и плакать вместе с плачущими. Потому что тогда этот мир становится миром более человеческим. И одновременно более божественным. И поэтому мы увидели, что милость принципиально не совпадает с милостыней. Потому что милостыня, как благотворительность, нуждается только в деньгах. Иногда можно откупаться просто от попрошаек. Дать им денег просто, чтобы они к тебе не приставали. И очень часто милостыню подают так, что никогда не смотрят в лицо просящему. Что совершенно неприемлемо в том случае, когда оказывается милость. Милость – это не вопрос денег. Для этого нужны не деньги, но доброе и щедрое сердце. Потому что это означает подарить частичку себя другому. Благотворительность нужна только бедным. Милость по-настоящему помогает и бедным, и богатым. И, как я уже сказал, помогает и живым, и умершим. И поэтому милость стоит намного больше, чем милостыня. И требует иногда гораздо меньше. Меньше, потому что в денежном выражении это может стоить значительно меньше. Но в каком-то человеческом капитале, в человеческом выражении это может быть совершенно бесценно. Потому что милость всегда требует твоего времени, твоего личного участия и человеческой вовлеченности. Вот почему это та сила, которая по-настоящему очеловечивает этот мир. Конечно, и среди атеистов можно встретить людей и добрых, и щедрых. Но чем отличается доброта атеиста от доброты верующего человека, благочестивого человека? Мир атеиста, так же, как и мир греков, язычников, наполнен природными силами, ну, например, там, материей, какими-то физическими явлениями. И все эти явления, они совершенно безразличны к человеку. Атеист, он живет в окружении безликих стихий. В некоторых случаях эти стихии оказываются враждебными. Но верующий человек живет в мире, где есть лицо. Потому что Бог и есть источник этой доброты и этой человечности, которая меняет облик самого мира. И для верующего человека, по крайней мере, как нас этому учит Священное Писание, Бога следует искать именно в любви и в заботе о других людях. И это было совершенно невразумительным ни для древних греков, ни для атеистов. Потому что атеист, скорее, будет искать Бога в каких-нибудь отвлеченных доказательствах. И если его сумеют убедить, то он говорит, я, может быть, соглашусь стать верующим. Но на самом деле это не имеет никакого отношения к делу. Бог живых, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Иисуса Христа, Бог как личность, он познается только через любовь и дружескую заботу, бережные отношения людей друг к другу. И какие мы примеры еще находим в Ветхом Завете этой милости? Во-первых, конечно, Авраам, отец всех верующих, он одновременно и отец милости. Хотя еще не был дан закон Моисея, и многие вещи еще не были озвучены, еще не было пророка Осии, который об этом сказал совершенно явно. Богу угодно милость, а не жертвоприношение. Но вот Авраам, который еще не знает никакого закона, просто по доброте своего сердца, именно поэтому его избирает Господь, он оказывает гостеприимство трем путникам. В тот момент он не знал, что это ангелы, что это посланники Бога. Он видел перед собой просто трех путников, трех мужей, странствующих в знойный полдень в пустыне, и они нуждались в помощи, в гостеприимстве. И поэтому он кланяется им и предлагает разделить с ним обед. Он предлагает им вкусить немного воды и хлеба, подкрепить себя в этом пути, отдохнуть. Еще раз очень важно понимать, что Авраам не знал, кто перед ним. Это означает, что каждого путника он принимал как того, которого к тебе посылает Бог. И поэтому в самых древних монашеских уставах уже есть это мудрое повеление принимать всякого паломника, всякого странника, как ты принимаешь самого Христа. Или другие восхитительные слова, которые мы встречаем у апостола Павла. Апостол Павел говорит, любите странно приимство, филоксинию. Любите оказывать щедрость, гостеприимство в отношении тех, кто нуждается. Как отец ваш Авраам. И однажды вашу трапезу посетит сам Господь. Тот, кто способен к гостеприимству, к щедрости, рано или поздно получает какие-то милости и приходит к Богопознанию, о котором говорит сегодня пророк Осия. Потому что именно через это мы по-настоящему познаем Бога, а не через участие в каких-то внешних ритуалах. И в конце концов Евхаристия, которая является вершиной мистической жизни в христианство, по своей сути является знаком царского гостеприимства, которое оказывает воскресший Христос, который оказывает Бог, приглашая нас разделить с Ним Его трапезы и Его смерть и воскресение. Вот так милость оказывается в самом основании и на вершине всего, что связывает человека с Богом, что связывает нас самими собой и что связывает нас с ближними и со всем человечеством. Через пророка Исаию Бог говорит, «Вы мои свидетели». И тоже нужно понимать эти слова именно в свете того, о чем говорит сегодня пророк Осия. «Вы мои свидетели», но не в смысле, что вы должны всех иноверцев обратить в свою веру, но в той способности, вашей способности, увидеть в другом человеке образ Бога и поэтому относиться с уважением, ценить в другом человеке его достоинства, что за каждым из нас стоит другой с большой буквы. Вот что означает быть свидетелями. И Аврааму не нужны были никакие абстрактные доказательства существования Бога или рассказы о чудесах, или какие-то одержанные победы. Он обрел Бога через доброту в отношении к незнакомцам, в приглашении разделить с ними пищу и кровь. Другой замечательный эпизод, где Авраам также познает Бога через милость, когда наступает момент найти подходящую жену для его сына Исаака, что может послужить надежным критерием и знаком того, что именно она будет та избранница, которая будет дарована Богом, и Исаак будет с ней счастлив. И опять же критерий милости. Слуге он говорит, что невестой будет та, которая на его просьбу подать ему кувшин с водой, скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Ревека именно потому, что она отличалась от всех девушек, которые в то утро приходили к колодцу, отличалась именно этой щедростью и заботой, был знак, что это именно она, избранница. Впервые, может быть, милость звучит непрямо, но прикровенно присутствует в словах, когда Бог говорит, взглянув на Авраама, «нехорошо быть человеку одному». Человек – существо раздвоенное. Не только потому, что мы состоим из души и тела, из праха земли, создана наша плоть, и божественное дыхание наполняет нас дыханием жизни, но человек еще отличается тем, что человек может испытывать одиночество, даже когда он не один. Человек является единственным творческим созданием, наделенным этой способностью, и вместе с тем бесконечно уязвимое создание. У нас есть нечто незавершенное, и именно оно побуждает нас искать полноту и завершение в другом. Это не может быть достигнуто силой, внешним принуждением, потому что мы не можем заставить другого человека просто делать то, что мы считаем нужным. Насилие лишь унижает другого человека и превращает другого человека просто в инструмент или в продолжение тебя самого, но это может быть достигнуто только через признание достоинства другого в тот момент, когда мы готовы принести себя в дар ему, и он в ответ способен на то же. Именно вот в этой атмосфере и возможно то, что по-настоящему искупает человека от одиночества. Там, где мы встречаем некое ты, которое способно разделить одиночество нашего я, там, где человек встречает по-настоящему Бога. Милость — это то, что отличает народ Божий от всех других народов, от язычников. Она проявляется в том, что невозможно не навестить больного, повернуться спиной к тому, кто по-настоящему нуждается в твоей помощи для того, чтобы выжить. Невозможно не позаботиться о тех, кто лишен крова, кто оказался в тюрьме, кто не может позаботиться о самом себе, и прежде всего вдовы, сироты, люди престарелые. И именно вот эти узы любви и братской заботы по-настоящему способны создать семью, способны создать общину, способны создать народ и, в конце концов, все человечество. Это те двери, через которые Бог может войти в этот мир. И там, где этого нет, общество превращается в общество потребления, в общество обезличенных субъектов, хозяйственных отношений. И тем самым, рано или поздно, такой мир все равно обесчеловечивается. И поскольку в Ветхом Завете Бог себя уже открывает, как Бог, который о ком-то заботится, это означает, что Он учит нас мудрости и нашему призванию быть людьми, которые тоже способны на заботу. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok